Политическая карта мира подвержена постоянным изменениям, а оставаться в курсе событий становится все сложнее. Не пропустить самые главные новости мировой повестки поможет подкаст «Мироощущение» и я, его ведущая, Алина Дайтеева. Ну что, начнем? Период международной поддержки израильского премьера Нетаньяху, похоже, подходит к концу. Главный прокурор Международного уголовного суда заявил, что добивается ордеров на арест лидеров Израиля и Хамас. Прокурор Карим Хан считает, что премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Йоав Галланд несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа. Израиль не является членом Международного уголовного суда. И даже если ордеры на их арест все же будут выданы, Нетаньяху и Галланту не грозит непосредственный риск судебного преследования. Но такое положение дел усугубляет изоляцию Израиля, продолжающего кровавую войну, в ходе которой погибло уже около 35 тысяч палестинцев. В ответ Нетаньяху осудил подобные высказывания и обвинил суд в антисемитизме. В Вашингтоне также возмутились решению прокурора. Президент США Джо Байден заявил, что никакого геноцида в Газе нет. Как бы то ни было, ордер на арест премьер-министра может чрезвычайно затруднить визит в любую из 124 стран-участниц суда, включая таких крупных союзников Израиля, как Великобритания и Германия. Европейские страны также стремятся найти способы достижения мира и отказываются от своей безоговорочной поддержки правительства Нетаньяху. В среду Испания, Норвегия и Ирландия заявили о своем намерении официально признать государство Палестины. Премьер-министр Норвегии объявил о данном шаге с надеждой на приближение мира и процветание на Ближнем Востоке. По его мнению, только решение палестинского вопроса сможет привести к стабильному урегулированию конфликта. Лидеры Испании и Ирландии выступили с аналогичными заявлениями. Официальное решение вступит в силу через несколько дней, 28 мая. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал такой шаг, заявив, что он поощряет действия боевиков Хамаса и Ирана. Он также поручил немедленно отозвать послов из трех государств для соответствующих консультаций. На сегодняшний день Палестину признают независимым государством 143 из 193 стран-членов ООН, в том числе Россия. Другая трагичная новость Ближнего Востока ошеломила весь мир. Президент Ирана Ибрахим Рейси погиб при крушении вертолета недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также были другие высокопоставленные лица страны, включая главу МИДа Ирана. Всего погибло 8 человек. Ибрахим Рейси долгое время считался потенциальным преемником верховного лидера Ирана, 85-летнего Али Хаминьи. Большинство мировых лидеров и политиков выразили свои соболезнования в связи с катастрофой. Однако были и те, кто не посчитал смерть иранского президента значимой потерей. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ лишь выиграл от случившейся трагедии. Данный комментарий вызвал широкий резонанс в кругах мирового сообщества. Тем не менее, подобные высказывания со стороны Вашингтона не стали сюрпризом. Иранское правительство на протяжении долгих лет является одним из ключевых противников США на международной арене. После смертельной катастрофы в Иране назначили внеочередные президентские выборы, которые пройдут 28 июня. Предугадать их результат будет сложно. На данный момент среди политической элиты Ирана нет явного фаворита на эту позицию. А в Европе тем временем пренебрегли одним из самых главных столпов либерализма – правом частной собственности. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для передачи Киеву. Подавляющее большинство доходов, полученных от процентов по замороженным средствам, пополнят казну ЕС на военную помощь и восстановление Украины. Благодаря этому решению Киев получит 3 миллиарда евро только в 2024 году. При этом ЕС сохранит прибыль от российских активов даже после снятия санкций, поскольку Совет ЕС не считает эти средства суверенными. Европейская комиссия уже поприветствовала решение Совета использовать доходы от российских активов для Украины. Всего после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил около 280 миллиардов долларов активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. В Москве подобное решение уже назвали экспроприацией и нарушением международных норм о праве собственности. Тем не менее, не похоже, что в ЕС это кого-то останавливает, учитывая столь сложную обстановку на поле боя для Украины. На сегодня это все. Следите за новыми выпусками подкаста и будьте в курсе всех самых актуальных событий недели. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok